Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Крещение Господне 19 января. 5 строгих запретов. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Праздник Богоявлений Крещения отмечается 19 января по новому стилю. Он символизирует собой окончание особого периода – святок, когда люди отдыхали, веселились, гадали, устраивали народные гуляния. Но если Рождество, новогодний щедрый вечер и другие святочные дни наполнены шумом и весельем, то с крещенского сочельника все затихает в ожидании чего-то особенного духовного. Традиционно Крещение празднуется два дня понряд – сочельник и непосредственно само торжество. После этого, еще в течение недели, любой желающий может прийти в церковь и набрать освященной воды. Но основные богослужения совершаются 18 и 19 января, в конце которых проходит обряд водосвящения. Люди верят, что в крещенскую ночь открыто небо, которому можно помолиться о чем угодно. Но если сделать это от души, то желание непременно исполнится. Когда речь заходит о Богоявлении, то первое, о чем следует упомянуть, это, конечно, святая вода. Обычно верующие стараются посетить обе литургии – сочельник и на само Крещение, чтобы осветить воду. Причем совершенно не обязательно брать с собой огромные емкости. Согласно поверим, одной капли достаточно для освящения целого моря. Следовательно, в храм берется маленькая бутылка, из которой потом освящаются объемные бидоны. Крещенская вода обладает особыми свойствами. Она не портится, остается свежей в течение весьма длительного времени. Ее употребляют натощак, смазывают больные места, дают тяжело больным. Причем это касается не только воды, освященной в церкви. Например, целители и знахари собирают богоявленский снег, который потом раздают больным. В деревнях существует обычай славления. Заключается он в следующем. Священник и диакон после богослужения ходят по домам прихожан и поздравляют их с праздником. С собой они берут емкость с крещенской водой и проводят мало освящений жилища. Особое внимание уделяется углам, а также подвалам, чердакам. Считается, что именно в таких местах прячется нечисть, поэтому ее обязательно нужно выгнать. Кроме жилища, священнослужители кропят водой хозяев домашних питомцев и скот. Другая, не менее известная традиция – это купание в купели. Самое интересное, что до революционной России этого не делали. То есть это относительно новое вияние. Следует помнить, что окунание в прорубь вовсе не означает автоматическое отпущение грехов. Грехи прощаются только при регулярной исповеди и причащении, но никак не погружении в воду. Праздничные обеды. Хозяйка приглашала родственников, соседей и знакомых. Накрывала богатый стол, на котором обязательно блюдом считались пироги, с творогом, капустой, повидлом, картошкой, мясом. На крещении поста нет, даже если оно выпадает на среду или пятницу. Постным днем был лишь богоявленский сочельник, предусматривающий подготовку верующих к принятию великой агиасмы. Народное гуляние. Существовало обычае, согласно которому каждый человек должен опитаться свежим крещенским воздухом, чтобы быть здоровым в течение предстоящего года. Как правило, на прогулку выходили сразу после обеда. Что нельзя делать на крещении? Главный запрет распространяется на физическую работу. Вся уборка делалась накануне, хозяйки подметали и мыли полы, а хозяева выносили мусор из подвала. Существует поверье, что именно в грязи живут бесы, поэтому на богоявлении дом должен сверкать чистотой. Также на крещении нельзя ругаться, сквернословить, праздно проводить время, запрещено предаваться греху осуждения. Особенно это актуально для женщин. Пустословить, насмехаться, сплетничать. Что касается употребления спиртного, то разрешено выпить лишнего вина. Водки на столе быть не должно. Это оскорбляет святость праздника. А также негативно сказывается на поведении человека. Есть и другие запреты. Первый – это кормить птиц. Считается, что кормящий навлекает на себя бедность и нужду в течение предстоящего года. Он, по сути, делает сам себе заговор на то, чтобы питаться как птица. Также брать в руки ножницы. Это символ укороченной жизни. Заниматься рукоделием. Вязать, шить, вышивать. Женщина, которая делает это на богоявлении, обрекает себя на кучу ненужной работы и многочисленные пустые хлопоты. Выносить из дома вещи, одежду, обувь, мебель и т.д. Принято считать, что таким образом человек выносит индостаток. Оставлять ботинки за порогом, входя в дом. И это к болезням и немощам. Что можно делать? Заниматься духовными делами. Обязательно посетить церковь, помолиться за близких. Почитать дома духовную книгу. Проводите время в кругу семьи. Крещение, как и любой другой церковный праздник, предлагает тихое, спокойное времяпровождение. Никаких шумных вечеринок, встреч и прочего. Хорошо, если родные найдут возможность посидеть вместе, поговорить и на болешем, дать советы. Помогать нуждающимся. В старину существовал обычай. На обед звали не только близких, но и нищих, больных, странствующих. Их не только кормили, но и оставляли ночевать, помогали деньгами. Благодарность за это хозяева удостаивали самых искренних молитв за себя и своих родственников. Самостоятельно освещать квартиру или дом. К сожалению, обычай славления актуален только для деревень. И то не для всех. В больших городах верующие проводят малое освещение жилища сами. По традиции это должен делать мужчина. Если его нет, то старший из женщин. Для этого крещенская вода переливается в специальный тазик. Берется кисточка и человек трикратно крапит каждый угол. Особое внимание уделяется антресолям, балконам, чертакам и другим местам. Народные приметы. Обильный снегопад к хорошему урожаю хлеба. Ясная солнечная погода, лето будет жарким и сухим. Морозная крещенская ночь сулит богатый урожай. В яркие звезды ночью осенью будет много грибов и ягод. Метель. Весна придет поздно, возможно, снег пролежит до апреля. Пасмурно и облачно. Год ожидается плодородным. Дождь. Ненастная погода продлится до конца января. Самые распространяемые крещенские ритуалы. Девушка может увидеть во сне своего будущего мужа. А для этого она должна взять кусок хлеба, насыпать на него соль и съесть. После этого отправиться спать и постараться запомнить все, что приснится. Также есть важный ритуал, связанный с защитой дома. А для этого нужно просто в доме обязательно зажечь свечку. Крещенский вечер является, по сути, последней в святочном цикле. Более того, он относится к так называемым страшным вечерам, когда на земле господствует нечисть. По традиции святки делятся на святые, от рождественского священника до щедрого вечера. И страшные до крещения. Следовательно, вечер, 18 января, самый сильный и одновременно опасный. Зато гадающий имеет шанс на то, чтобы узнать всю правду, поэтому спрашивают и о любви, и о будущем, и о деньгах. Причем магических атрибутов довольно-таки много. И свечи, и зеркала, и бумага, и нитки с иголками. Можно узнать, сбудется ли желание. Очень простая практика. Главное, доступная. Вечером, перед крещением, нужно взять несколько бумажек. И на каждой бумажке нужно написать свою мечту. Причем с оговоркой. Лисков нужно взять всего 12, но заполнить лишь 11, оставив один пустым. Все тщательно перемешать и разложить под подушкой. Утром, не глядя, вытащить первый попавшийся. Какое желание выпало, то и сбудется. А если попался пустой лист, это говорит о том, что предстоит сложный год с потерями и трудностями. Таким образом, Богоявление – это действительно уникальный праздник. Он известен своими многочисленными традициями, ритуалами и народными приметами. По сути, это прощание со святками и переход к чему-то более возвышенному и духовному.